вам интересно как стать не первым но хотя бы каким-то на ютубе мы не будем залечивать о принципах и шагах мы просто расскажем что делаем сами всем добрый день добрый вечер доброе утро не знаю когда вы будете смотреть этот блог о чем сегодня хотелось поговорить много нам в инстаграме кстати подписывайтесь на наш инстаграм накидала про жизнь би что какой-то наеб он совершил там как минимум три человечка записали по поводу этого конкурса жизнь би видосик 3 видосик мы все благополучно смотри отсмотрели и у нас возникли вопросы значится в чем суть женька нормальный человек там у него компания нормальный чувак предприниматель поучаствуем посмотрим даже запаслись пивом под это дело чтобы посмотреть в инстаграме что произойдет 17 00 19 ничего не происходит все в панике ладно ждем как бы трансляции трансляции происходит потом значит выкладывается какое-то видео с записью кого-то псевдо розыгрыш сразу объясню почему я называю псевдо розыгрышей но честно говоря но просто стыдно 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 смотреть это значит вас собрался между собачек такой к технический специалист на своем компьютере запускает написанную вами программу которая по только известному вам одному алгоритму ненужного вам скорее всего ищет людей в инстаграме с хэштегом кстати я замечу буква и выживание с буквой и они и можете что-то пропустил но это было именно так сентябре анонсировали конкурс наш друг самый лучший решатель вопросов с бизнесменами амиран сардаров анонсирован жизнью би с евгением гаврилиным конкурс на 3 миллиона рублей там что-то надо было подписаться на инстаграм ну стандартная ерунда короче они обещали за первое место полтора миллиона за второе миллионы и за третье полмиллиона чтобы принять участие в конкурсе вам нужно подписаться на мой канал подписаться на мой инстаграм и перед началом нашего приключения я выложу фотку в инстаграме написать хэштег жизнь би выживание потом в родном порядке разыграем три миллиона рублей до первое место полтора миллиона второе место миллион третье место 500 тысяч рублей жека жизнь би обещал три лямчика честный бизнесмен как значит были анонсированы результаты конкурса жека сделал какую-то самостоятельную программу хоть то есть как обычно конкурсы итоги конкурсов подводят обычно на сайте рандомайса сервисом пользуется общественно который уже все давно знает либо элементарно знаете ребят как просят обязательно например быть подписан на инстаграм на youtube и подписаться на группу вконтакте и сделать пост этой записи из контакта потому что вконтакте полно программ которые мы люди верят безоговорочно так как не раз там разыгрывались конкурсы вот через эти программы можно спокойно всегда вы видите выявить победителя причем никаких вопросов потом не возникнет после этого зачастую потому что и мы когда-то два года назад этими конкурсами пытались заниматься этой хернёй это крайне неэффективная вещь для развития ресурсов и youtube канал миран сказал что это самое эффективное что может быть а самое эффективное что может миран так то он сколько сколько денег он взял раз за раскрутку каналов надо совесть то иметь но тем не менее ребят вот стали писать наёб мы вот думаем наёб или не наёб точных данных нету но какие есть тут проблемы то что полно программ которые верят но тут почему-то решили сделать какую-то свою самописную программу самописную план программу алгоритм который естественно хер его знает ребят я сам могу написать любую такую программу в которой будет и выявлять нужных мне победителей это первое это их программа будет выбирать не из общего количества участников а из ограниченного количества там будут участвовать порядка 20-30 анкет если присмотреться к иконкам то мы увидим всех трех победителей вращающихся в этой программе второе там в шапке этой программы было написано шутам ну хэштег с неправильным богом given them to prices выживание но 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 торопились ребята спарсили для вас за делали как он сказал а вы недовольны ну вот конкурс же это для вас так буду недовольны что выживание написано первый как хештэк жи выживания которые написаны через 正 через и имя творится но для вас старались дизайн делали а наш косяк в том что неправильно написали, торопились очень сильно, спарсили, хотели для вас красиво, чтобы было все так эффектно. Это какое отношение к этому конкурсу? Такое ощущение, что в последний момент действительно вспомнили, а мы же там людей на 3 миллиона купили-то, чтобы они подписывались на Инстаграм. Между прочим, я заметил, на момент анонса конкурса у него было в Инстаграме всего лишь 80 тысяч подписчиков. А за все это время подписалось порядка 100 тысяч подписчиков ради конкурса, потому что мы недавно, я недавно смотрел, там было 173 подписчиков сегодня утром, вечером уже 167. Я пытался из первоисточника посты найти в его Инстаграме, конкурс, потом оправдание по поводу этого конкурса, все почищено. То есть есть анонс конкурса, фотографии и 5 других постов вообще никак к конкурсу не относящиеся. Тоже кажется совпадение. Ну просто почистить решил. Ну что ему этот конкурс держать? Он уже все разыграл. Зачем ему держать эти посты? Там правда хэд какой-то со всех сторон понавелезал, но это что-то, это что-то они, у него есть там оправдательное видео, ребят, то что вас кинули, это вас кинули и идите в жопу примерно. И там его кореш вот этот самый главный постоянно. Я все бабки себе забрал, ребят. Я не пропал, у меня был эпицент. А я сейчас хочу полностью прокомментировать все, что происходило. Тот хейт, который поднялся, и обвинение, что это нечестно, это неправда, я обманщик. Ребят, у вас есть право так думать. Бомбиту того, кто не выиграл, что я могу с этим делать? Мне искренне безумно... Я выиграл бабки. Мне искренне безумно жаль. Думающие, знающие люди все понимают. Ну, смотрите, ладно, по поводу программки. Там такое ощущение складывается, что сколько там, 30 аккаунтов вроде как каких-то участвовало в этом конкурсе. Когда они запустили подсчет подведения этих итогов, там были иконки анимации, и там их было несколько штук. И понимаете, по какому-то случайному совпадению все три победителя, они мотались вот в этих вот 30 штуках. А там, сами понимаете, народу было сколько? Порядка 30 тысяч, или я не знаю, сколько людей участвовало в этом конкурсе, сколько там подписал? Если ты говоришь, что подписалось около 100 тысяч. Ну, я могу врать, но много подписалось. Я потому что где-то видел, что там в Инстаграме не так много, за сотню тысяч подписчиков переваживаются. Ну, короче, можете посмотреть. Все три победителя есть вот в этой анимации, которая там бегала. Но он сказал, это случайность, опять же, совпадение. Три раза, три раза случайность. Совпадение. Ну, совпадение, ну, выживание, три участника, совпадение. Я еще, когда статистику в универе изучал, там четко было сказано, ребят, один раз возможно совпадение. Если два раза, это не совпадение. Это не статистическая случайность, это нельзя сбрасывать на какой-то рандомайз или еще что-то такое. Это уже огрех, с которым надо работать. А тут три. Ну, совпадение, совпадение. Давай, удачи, поехали. И мы смотрим. А, еще, еще. Если сейчас присмотреться к картинке, вот, желтенькая с левой стороны от восьмерки, это уточка. С правой стороны от восьмерки голубая, это еще один участник. И черная с белым, это третий участник. То есть, все три участника сейчас присутствуют на иконках. То есть, выборка идет не из общего количества, а именно из вот этих вот буквально 20-30 человек. Ну, 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 два, один, ноль, кто? И мы видим, что первое место, второе, третье место занимают те люди, которые, собственно говоря, были вот в этом вот якобы конкурсе. А, и самое главное, когда организовываются конкурсы, там же есть определенные условия, и обычно онлайн эти условия проверяют. То есть, человек идет, и если кто-то победил, идут и онлайн показывают, что он был подписан на канал, подписан на группу, контакт и так далее. Он же сказал, ребят, потом, когда он уже оправдывался, когда ему стали писать, что ты, братан, по-моему, здесь всех наебал. Ну, а что он заявил? Мы все проверили, все правильно, это победители, они выиграли все дела, ребят, все здорово. Итоги были не онлайн даже. Так, следующая информация, что на меня не подписаны участники, которые победили. Это неправда. Все участники подписаны, мы проверили, и проверили, что они подписаны на мой канал в Ютьюбе. Со всеми победителями уже связались, они охренели от такого наплыва сообщений. Не, ну он как бы онлайн, но в итоге там все повалилось, потому что Инстаграм не позволяет длительное видео загружать, им пришлось нарезать и вот такие итоги дать. Ну зачем они в Инстаграме тогда итоги подводили? Почему не на Ютьюб-канале? На него же тоже надо было подписаться, насколько я знаю. Ну, ребят, странно. Вот это совпадение. Это все совпадение. Знаете, по такому совпадению складывается ощущение... Ну, там в комментариях пишут, ну кинул, кинул, постоянно ребят кидает. Ну, смотрите, в чем ситуевина. Видосик-то как-то, с чего вся делюга начиналась? Амиранчик наш сказал, любимый, что он является гарантом. Вот они, 3 миллиона. Он проследит, собственно, за всем, чтобы не было никакого кидалова. Ребят, меня не наебешь, я же за вас зубами. Пожалуйста. Ребят, 3 миллиона у меня, я гарант. Условия. Подписаться на Женин канал, подписаться на Женин инстаграм. Все ссылки внизу в описании. Переходите. Через некоторое время он запустит конкурс, скажет вам, что надо делать. И эти деньги разыграются среди трех его подписчиков. Все это будет выбираться рандомно и транслироваться в прямом эфире. Правильно? Это ладно, это Амиран сказал. А вот товарищ Евгений Гаврилин говорил, что мой канал для того, чтобы всяких гандонов в бизнесе поменьше было. Цель и смысл моего канала – популяризация предпринимательства, формирование сообщества, с которым можно зарабатывать деньги. Нет, для тебя это, чтобы гандонов предпринимателей было меньше. Собственно, я для чего этот конкурс мучу, для чего у меня вообще канал на Ютубе? Чтобы гандонов было поменьше. Собственно, ребят, и наш канал для того, чтобы гандонов в бизнесе было поменьше. Хотя мы бизнесом… Тем более, понимаешь, этот Гаврилин сказал, ему задал там один еще бизнесмен ютубовский, Тинькофф или не магия? Он говорит, Тинькофф. Тинькофф или не магия? Тинькофф. Расскажи. Тинькофф – предприниматель. Предпринимателю можно относиться положительно, негативно. Никто не будет отрицать тот факт, что он заработал бабки. В критерии успеха предпринимательства – бабки, бизнес. Он молодец. А, понимаешь, Жек, ты за честный бизнес. Ты говоришь, я за честный бизнес. А вот когда вопрос касается господина Тинькоффа, ты говоришь, о, тут бизнесмен с высокой буквы. Столько ты народа в кредитное рабство загнал, что требует уважения. Вот такой ты, Жека, честный, совестливый бизнесмен. Не забывай, что Амиран в данной ситуации выступает гарант. Амиран у нас гарант в конкурсе на 3 миллиона. Амиран у нас гарант в отзывах исков и уголовных дел. Сами знаете, кстати, какой гарант. Кто не знает, тот видосик, когда мы записали, это про то, что уголовное дело не отозвано. Амиранчик высказался о своем перископе, что я никому ничего не должен. Когда пришел, например, к гражданину, желтому бизнесмену и записал то видео. Амиранчик, тебе вопрос. Тебя никто не просил, в первую очередь мы, чтобы ты приходил и с кем-то там видео записывал и решал проблемы. Тебя просил этот гражданин. Ты сделал мерзость для всего блогерского сообщества. И вы продолжаете там в своем Москве делать мерзости. Вместе с вот этими честными бизнесменами ЖСБИ. Ты, как суперчестный человек, гарант, блин, всего подряд. Я никому ничего не должен. Зачем ты поперся тогда к этому желтому, если ты никому ничего не должен? Я вам ничего не должен. Вы это все, вы все прекрасно понимаете. Ходит, прется везде, а потом говорит, я никому ничего не должен. Вот эта вся ситуация и показывает, какие вы масти на самом деле. Ты, Гаврилин и все остальные. Хотя нет, конкурс был абсолютно честный. Это мое оценочное суждение, если вдруг мне там что-то не понравилось. А то вдруг Жека Гаврилин не выдержит и побежит там попкой своей трясти, да очередным полковником деньги отстегивать. Ну, Амиран, так как ты гарант, мы ждем от тебя видосик. Также на основном канале давайте вдвоем встречаем. Тот, знаете, такое ощущение складывается, что эти 3 миллиона тебе Гаврилин принес за то, чтобы ты пропиарил его в очередной раз. Ты эти 3 миллиончика гарантированно в ЗИБИ сложил, а про конкурс ну мы все забыли. Вот так вот. Ну, Амиран сказал, что мы борзые. Как будто ребята охуевшие стали. Ребят, мы просто борзые. Ребят, то, что у нас, ну мы в конкурсе не участвовали, поэтому можно смело говорить. Ребят, вас скинули на 3 миллиона рублей. Да, это оценочное суждение. Потому что, да, по нашему оценочному суждению вас кинули на 3 миллиона рублей только потому, что не магия борзые. Вот, вот я так считаю, все правильно. А для меня вы просто сейчас выглядите, ну как охуевшие типы. Хороший человек. Хороший человек, да. Вместе с Жекой Гаврилиной. Вы снимите. И Олежа, и вот эта треха такая. Треха. Бизнесменов такая. Треха. Вы там бизнес-секреты снимите, чтобы Олежа брал интервью у Гаврилина. А Гаврилин ему рассказывал, как такие высокоэффективные конкурсы проводить. Ну а я тебе по поводу конкурсов. Ты знаешь уже, когда Олежа такие конкурсы мутил? Вы же что, забыли что ли? 150 тысяч долларов он там назначил за какую-то рекламную идею, а потом он еще красивее, чем Гаврилин сделал. Он сказал, ребята, все отменяется. Даже никакие итоги не подводил. Ну зато честно. А Гаврилин тут хоть программу заморочился какую-то сделал. Такой ты красавец, Жека. Главное, чтобы честный бизнес процветал. Чтобы вот Гандонов, вот хочется, чтобы Гандонов поменьше было. Вот у тебя правильный канал. Он у тебя на это и настроен. Вот Гандонов должно быть меньше, Жека. Без пошлости должно все быть. По-доброму. Добрый ты когда человек. Вот это все чувствуется, что можешь ты доброты привнести и честности на Ютуб. Ну ошибся один раз. Один раз как бы... Ну это все совпадение. А кому не нравится, идите в жопу. Кореш же сказал Гаврилин. Все. Всем пока. С вами была Немагия. Подписывайтесь на наш инстаграм. А Мирану привет. Ждем от Мирана видос. Гарантированный. Гарант. Гарант. Они на основном канале. Они в перископе там выпиздятся. Ты же гарантом был на основном канале. Пожалуйста. И здесь. Где 3 миллиона рублей? Что за хуйня? Что с программами? Кто пользуется программами? Какими-то самописными. Что это за бред? Вон есть серверы. Тот же рандомайз. Туда забиваешь и все. Хитрожок. А? Вам интересно, как стать не первым? Но хотя бы каким-то на ютубе. Мы не будем залечивать о принципах и шагах. Мы просто расскажем, что делаем сами. Аминь. Продолжение следует...